МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабное обновление в стенах хирургического отделения Лангипасской городской больницы, а именно капитальный ремонт операционного блока. Он выполнен на средства, выделенные в рамках соглашения между правительством Югры и компанией «Лукойл». Без преувеличения это событие, совершенно новый, высокотехнологичный этап в медицине города. Сегодня можно с уверенностью сказать, что операция развития прошла успешно. Впереди работа хирургов, направленная на сохранение здоровья и, конечно, спасение жизни людей. Улан Джусупов, заведующий хирургическим отделением, говорит, что существует всего два основных фактора, которые в совокупности после проведенной операции пациенты и их родные нередко называют чудом. Это компетентность врачей и технологии. Именно поэтому выполненные работы по обновлению операционного блока городской больницы – это больше, чем инвестиции в развитие медицины. Три новых операционных зала, столы с электроприводами, современные бестеневые лампы, бесконтактные автоматические двери и другое оборудование. Всего капитально отремонтировано почти 250 квадратных метров пространства для хирургов. Новое все, включая потолки, стены и пол. Если сравнивать с другими операционными, поездив по многим городам не только нашего региона, но и по всей стране, наша операционная, можно сказать, одна из лучших по комплектации, по оснащению. Реализовать такой проект было бы невозможно без команды единомышленников. Как отмечает главный врач городской больницы, депутат Думы Югры Александр Нохрин, непосредственное участие приняли все – власти, нефтяники, медицинские специалисты. Ремонт проводила московская фирма, которая поставляет оборудование ведущим клиникам и учреждениям страны. Большая честь была, когда с вашего города приехали руководители непосредственно на наш завод для того, чтобы посмотреть, оценить, ну и, соответственно, проработать, скажем так, тот проект и те задачи, которые непосредственно стояли перед командой, да, собственно, города Лангипас. Для Лангипасской городской больницы это прям огромный прорыв, да, технологический. Вот, я думаю, что коллеги оценят, когда будут выполнять здесь хирургические вмешательства. Сегодня об этом говорят как о прорыве, не только потому, что теперь операционный блок отвечает стандартам федеральных больниц. Если сам проект был задуман еще около года назад, то реализовали его всего за полтора месяца. Сроки по меркам даже центральных регионов России максимально оперативные. Проделанная работа получила наивысшую оценку врачей и общественности. Действительно проделан колоссальный фронт работ. Здесь в кратчайшие сроки сделали современнейшие операционные мирового класса, оснастили дополнительным оборудованием, то есть заменили то, что уже было подвержено моральному износу. И на самом деле теперь уровень операционной в Лангипасе выше всяких пахмолов. Люди, которые живут здесь, в Лангипасе, то качество медицинской помощи, которое они получают, не должно уступать центральным городам, даже столицам. И вот подобные операционные, они на уровне, так сказать, крупных городов и столиц. В этом году хирургическое отделение отмечает юбилей 40 лет. В год Лангипасскими хирургами проводится порядка 1300 операций по различным профилям. Специалисты постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. Мы гордимся тем, что мы внедряем новые технологии, которые позволяют выполнять операции без разреза, так называемые малые вмешательства с помощью эндоскопических методик. И мы выразили слова благодарности компании «Лукойл», ТПП «Лангипаснефтегаз», которые нашу инициативу поддержали. Пусть это в качестве будет общего подарка нашего, для города, совместно, которое мы сделали, вместе реализовали его с юбилей, с 40-летием, все хирургическое отделение. Антон Сазонов, Султан Зигангиров, Евгений Кузнецов. Телекомпания «Лангипас» специально для телеканала «Югра». В Нягоне к социальному проекту «Забота» присоединились уже порядка 80 предпринимателей и муниципальных организаций. Напомню, карту «Забота» могут получить члены семьи участников СВО, супруги, совершеннолетние дети и родители. По социальной карте можно со скидкой или бесплатно получить образовательные и медицинские услуги, купить продукты, лекарства, одежду и обувь. Так, один из партнеров проекта в Нягоне – сеть магазинов одежды с скидками, в котором воспользовались уже более 30 семей участников СВО. К слову, помогать нуждающимся здесь старались всегда. На счету магазина несколько отправок гуманитарного груза в разные регионы страны. Последние четыре направлены мирным жителям Донбасса и участникам специальной военной операции. Я сам из страны, где была война неоднократно. Нам всем нужен мир и поддержка тем, кто находится на фронте. Поддержка тем, чем семья находится в тылю, им тоже надо поддерживать. Идея создания единственной в своем роде машины, спроектированной, учитывая передовой и гражданский опыт Супьяна Хужулова, который отлично разбирается в особенностях силовых агрегатов и транспорта, возникла в январе этого года. Очень многим жизнь сохранить она может, потому что она разминирована. У нее основная функция разминирована. После этого эвакуационное действие у нее, как транспортный автомобиль. Этот универсальный автомобиль, который очень нужно. Почти все предприятия участвовали, а конкретно главные инженеры, моторист, механики. В свободное время любой человек подходил, да я что-то сделаю. Никого не принуждали, никого не просили, не заставляли. Все добровольно, все хотели внести свою маленькую частицу в машину. Серьезная и непрерывная работа включала в себя консультации с инженерами, машиностроительными заводами, институтом в Грозном. Для этого на предприятии специально оборудовали и оснастили несколько боксов, закупили токарные и фрезерные станки, приобрели новые кран-балки для цеха подъемных механизмов. Трактор Т-150, который привезли на тралле из Омской области, стал базой для будущего автомобиля. Уже машина готова, ждем одного редуктора, но так как пока она с завода придет, нам нельзя останавливаться. Я приезжала неоднократно, как только начали собирать, как только появился рисунок, с этим поделились, потом как уже сама возникла, мост появился и все остальное. И вот по крупицам, по крупицам я прям наблюдала. И самое главное, я хочу сказать большое спасибо коллективу и, конечно же, Супьяну Султановичу за то, что он смог всех объединить, за то, что с его легкой подачей вот этой мечты, которую он придумал там и прочувствовался, что это очень необходимо сейчас там в такой сложной обстановке, да, победа нам нужна всем, да. И вот он взял и сделал это сам. Общий вес мощнейшего аппарата – около 10 тонн. По словам Супьяна Хужулова, в машину вложен не только огромный опыт, но и душа каждого, кто внес свой вклад в создание эксклюзивного транспортного средства. Она действительно там нужна. Вот сзади для воды, емкости с мужиком, она всегда там нужна. Вино, взрыватель, все как положено, спасатель, кузов. Все то, что там в этой машине нужно, она в нем есть. Там очень много разных железа есть, запчасти, мосты, самые мощные мосты, мадаровские стоят, резина, все мадаровское. Давай! Давай! Любое время на ходу можно забирать раненого или что-то, или высадка десанта свободно может пройти, потому что дверь не надо держать. Первый тестовый заезд прошел успешно. Машина показала маневренность и быстроходность. Благодаря доработкам и реконструкции саперная машина теперь может использоваться и штурмовиками. Топливо, тонна 200 у него всегда при себе. А сейчас сзади, раньше была она как сидельный тягач, сейчас кузов поставили, так как пулемет надо ставить там. Поэтому это штурмовая машина. Доброволец Супьян Хужулов, находясь в непродолжительном отпуске, помимо завершения работ по созданию спецтехники, вновь подготовил и гуманитарный груз, который возьмет на передовую. На сегодняшний день изготавливаем батареи, печки на фронт, чтобы отправлять. Это дрова закидывать, чтобы дым меньше было. Чайник ставить. Удобные печки. Буржуйки, дарнит, входят продукты, меддокументы, которые собраны, дроны, которые в Екатеринбурге я должен забрать. Поэтому все сюда входит. Потому что для сохранения наших ребят, жизни, дрон это нужная вещь, УАЗК это быстрая эвакуационная машина и мобильная. Поэтому много чего после этого я тоже убедился. Решил свой отпуск, пользуясь, воспользоваться. И решил, за свой счет приобрел два УАЗика пикапа. Меня просили, если будет один хорошо. Я сказал, два еще лучше. Поэтому решили, вместо одного два УАЗика взяли, газ установили, чтобы всегда могли заправиться, двигаться вперед. Совсем скоро с завода привезут недостающую деталь для переднего механизма. И уникальная мощная машина станет незаменимым помощником нашим ребятам в зоне СВО. Гуля Елистратова, Алексей Рудич, телекомпания Пытьях.Информ. Сейчас Горводоканал ремонтирует часть магистральных водоводов. На смену металлическим трубам приходят полимерные, которые гораздо прочнее и выносливее. Кроме того, сейчас вводятся в эксплуатацию новые микрорайоны. Голдфиш, Марина Гора активно подключают к сетям и будущий научно-технологический центр. Для домов в восточной части Сургута, где испортилась вода, автоматически произведут перерасчет. Для этого жителям не нужно писать дополнительных заявлений. Изменяется гидравлика, изменяется направление потоков. К сожалению, это неизбежно. Это свойство нашей воды, она богата железом. Восемь участков сетей подвергаются в настоящее время гидравлической промывке. Это отборы проб, это подвозы воды по обращениям граждан. Также в настоящее время разработана и начинается программа по улучшению качества комплексная, связанная с промывкой вводов на ЦТП, которые фигурируют в обращениях граждан. Службы эксплуатации Горводоканала определяют те объекты, которые попали под некачественную услугу, определяют период, когда эта некачественная услуга оказывалась. И потом уже на основании имеющихся данных об объемах водоотребления делается перерасчет в квитанциях, происходит уменьшение объема. Тропа «Человечность» Тропа «Человечность» — это большой, протяженностью свыше 4 километров, музей под открытым небом. Каждая его локация рассказывает о быте предков, как враждовали друг с другом и противостояли стихии и диким животным. Ведь не знающий своего прошлого не имеет будущего. Этот принцип, которому следовали создатели человечности, высоко оценила и жюри Всероссийской премии «Патриот». Туристическая достопримечательность появилась благодаря волевому решению главы Сургутского района Андрея Трубецкого выделить на ее благоустройство средства из муниципального бюджета. Похожих проектов в Югре пока не существует. Наша тропа как нельзя лучше воспитывает патриотические чувства подрастающего поколения. Потому что тропа сделала территорию, которая была раньше просто лесополосой, уникальным местом. Уникальным местом, которое демонстрирует культуру народов, которые проживали в этом месте в течение 9 тысяч лет. И от эпохи камня до нового времени культура представлена именно на этой точке. Никто этого не знал до тех пор, пока на этом месте не появилась туристическая тропа. Одновременно с подведением итогов национальной премии «Патриот» тропу «Человечность» презентовали на окружном форуме Югротур, о чем в своих соцсетях написал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. При помощи современных технологий посетители экспозиции смогут прогуляться по нашему объекту культурного наследия в очках виртуальной реальности. Для любителей интересных фактов и красивых видов мы разместили QR-коды на специальное мобильное приложение со встроенной информацией о Барсовой горе и панорамными фотографиями оттуда. Сама выставка – это миниатюры тропы «Человечность». Премии и участие в выставках привлекают на тропу «Человечность» еще больше туристов. В выходной при хорошей погоде сюда приезжают до пяти сотен посетителей. Сейчас мы устанавливаем там на входной группе новую локацию, и там будет такой информационный киоск, который будет как раз-таки собирать обратную связь посетителей и будет учитывать количество посещений. Тогда любой, кто приходит, сможет увидеть, сколько народу прошло. В выходные дни – это от 200 до 500 человек, в рабочие дни – это от сотни до двух сотен. Найти тропу туристам из других городов и регионов с недавних пор стало легче. «Человечность» теперь есть в Дубльгисе. Тем, кто уже был здесь ранее, рекомендуется повторное посещение. На тропе постоянно появляются новые локации. Например, в следующем году здесь планируют открыть для юных туристов раскоп археологов с останками мамонта – точной копией настоящих. А еще в 2024-м, уже с привлечением средств из регионального бюджета, здесь начнется строительство большого музейного комплекса. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район. Вот это первая работа. Да, вот это самая первая работа, это как проба пера, что ли. Первую работу, мимимишную картину Иван Южаков сделал в качестве подарка любимой жене. Говорит, давно присматривался к изображениям в интернете и хотел попробовать себя в художественной резьбе. Близкие подарили гравер, и так появилось увлечение к рисункам на стекле. Как все делаете? Я просто беру рамочное вот это стекло, нашел, посмотрел, чтобы стекло именно целое было, там никаких пузыриков, никаких потертостей. Потом это все делаю, беру как по копирке, то есть взял стекло прозрачное, положил картинку туда, закрепил все это, изготавливаю. Потом это все убираю, протираю все полностью, чтобы там никаких пятен даже моих пальцев не оставалось. И сзади, которая подкладка идет, я ее крашу, черный фон делаю и потом подкладываю. То есть если человек захочет, он потом любой цвет вообще себе сам выберет. Рамочная поверхность появилась не сразу. Для углубленного изображения Иван пробовал основу разной толщины, набивал руку также с различной фрезой, экспериментировал и с глубиной штриха. После нескольких ошибок и треснутых стекол понял, лучший вариант – инструмент для маникюра и портретные рамки. А вот работает Иван с металлом. Он бригадир и слесарь котельного оборудования пятого разряда. Говорит, металл по своей сути холодный и грубый, а в стекле – изящество, хрупкость и простота. Что дает тебе твое увлечение? Ну, как сказать, отдушина просто, охота заняться чем-то, вручную что-то сделать. А сейчас, ну, смотрю, как бы есть такое увлечение, что много кто что руками делает. Кто-то там из дерева что-то режет. Мне вот как-то стекло. Кравировкой по стеклу Иван Южаков увлекается почти два года. Большую часть работ раздарил, какие-то сделал в обмен на необходимые инструменты. За резными изображениями стоит большой труд. Это ручная работа и мало того, что при таких мазках нужно тонко чувствовать грань хрупкой поверхности, еще при этом защищаться от стеклянной пыли и все время стоять. Но увлечение к такому виду искусства все равно не пропало. Поэтому в планах у мастера-любителя увеличить размерный масштаб картин и попробовать изобразить объемные пейзажи. Мечты юных югорчан вновь исполнит «Елка желаний». Участниками самой волшебной акции в году станут те, кому сейчас особенно необходимо чудо. Это ребята с ОВЗ, дети из малообеспеченных семей, сироты, дети участников СВО и маленькие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Дедом Морозом для них может стать каждый. На сайте елкожеланий.рф дети пишут, какие материальные и нематериальные подарки они хотели бы получить, а взрослые выбирают, какую мечту они воплотят в жизнь. Добавлю, что сейчас идет сбор заявок от ребят, а желания начнут исполняться с 1 декабря. Играете ли вы на музыкальных инструментах или нет, это не важно, если речь идет о фестивале «Семейные нотки». В этом году было, как никогда, много участников. 30 семей, 10 из которых многодетные. Учащиеся музыкального отделения с папами и мамами, дедушками и бабушками, братьями и сестрами постарались удивить зрителей своими выступлениями. Подготовка длилась полтора месяца. Родители многие обучились совершенно с нуля игре на музыкальных инструментах. Надо сказать, что это процесс захватывающий и для нас, для педагогов. Потому что радуешься каждому новому шагу, что ребенка, что родителя. И, конечно, просто бальзам на душу, когда видишь это совместное семейное творчество. Сергей и Надежда Кучеренко – оба медики. Работают в Белоярской районной больнице и воспитывают трех деток. Старший сын Владислав и дочь София. Занимаются на фортепианном отделении детской школы искусств. А младший сынок Константин осваивает аккордеон. Это грандиозное мероприятие, на самом деле. И практика очень хорошая. Вообще, я считаю это чудом. Потому что, когда дети занимаются музыкой, они прикасаются к чему-то прекрасному. Когда ты сам слушаешь музыку, это тоже прекрасно. А когда ты вместе с детьми прикасаешься ко всему этому, тогда случается чудо. Для кого-то участие в семейных нотках – настоящее приключение. А для других – еще одна страничка творческой жизни. Как, например, для Инны Поставаловой. В свое время она окончила фортепианное отделение Белоярской школы искусств. Но музыка осталась с ней навсегда. Инна работает музыкальным руководителем в детском саду «Звездочка». Чувствовать красоту мелодии она учит не только дошколят, но и собственных детей. Ее дочь Катя учится в первом классе фортепианного отделения. А сын Ваня – самый младший участник фестиваля. Ему всего три года. Я вообще считаю, что ни одно другое искусство так не развивает ребенка, человека, как музыка. Потому что задействованы оба полушария. Две руки играют. Вся голова работает. Подобный формат мероприятия лишний раз ребенка привлекает к изучению мелодии, например. То, что мама и папа рядом, я не боялась. Потому что я обычно боюсь на сцене выступать. Много народу, большой зал. А тут я не одна. Публика не скупилась на овации. В семейных нотках каждый зритель услышал что-то свое, отчего на душе стало светлее. Я в восторге. Большой труд. Труд педагогов, труд родителей. Сегодня мы увидели итог полтора месячной такой работы совместной, творческой. Каждый номер был такой вкусный, такой удивительный, такой индивидуальный. В каждом номере мы увидели любовь. Любовь педагога, любовь ребенка и любовь родителей. Восхитительно. Все участники фестиваля были награждены памятными подарками. Этот праздник семейного тепла и музыки останется в их памяти на долгие годы. Александра Прескач, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телекомпании Югра.